Когда происходит изменение в теле молодого мужчины или молодой девушки, это было заложено Богом, то есть Бог это сделал. Для чего? Чтобы мы возрастаем, мы менялись из нашего детства, переходили в возраст мужской, возраст созревания. Поэтому и девушка, и парень проходят через этот возраст. Бог этого создал для того, чтобы мы могли иметь детей, продолжить наш род, и также для нашего счастья или нашей личной жизни, и также в браке. То есть это было создано Богом, и здесь нет ничего плохого. Но возникает вопрос, когда молодые люди подходят к этому периоду, у них что-то получается, их характер меняется. Некоторые называют его переходный возраст, некоторые говорят, что это тяжелый возраст. И почему это тяжелый? Потому что человек начинает меняться, и он меняется физически. И иногда у некоторых ребят происходят эмоциональные какие-то взрывы, у девчат тоже это происходит. И я более говорю о точке зрения, когда происходит изменение в поведении или характере человека. То есть и в этом нам нужно быть очень внимательным, потому что ребята больше склонны к тому, чтобы срываться, например, быть более агрессивными. Или там, не знаю, возникает более сильное влечение к противоположному полу у девчат. Они хотят больше быть с пацанами, пацаны хотят более быть с девчонками. И все, и когда это очень, это правильно было заложено Богом, но нам нужно быть очень аккуратным в это время, чтобы не залететь в большие проблемы. Потому что иногда мысли приходят такие интересные, и ты иногда думаешь, откуда это возникает у девчат, у пацанов обычно. То есть мы говорим, и это все было заложено Богом, но в это время это тяжело иногда бывает контролировать. Но единственный момент, который даже люди, которые изучают эту проблему, говорят, что, например, особенно переходя к тому, когда изменение идет в половом созревании, то есть иногда человек думает о сексуальных вещах, и о том, что иногда очень опасно. Почему? Потому что, когда ты молодой, ты можешь себя не контролируешь разуме, то дьявол как бы получает лазейку, чтобы достучаться до тебя в этом. И ты можешь пойти, ну, своим влечением попасть в грех. То есть для некоторых это может быть порнография, для кого-то может быть секс вне брака, маструбация. И мы все об этом говорим открыто, потому что вы все об этом знаете. И это Бог называет как бы грехом, грех лишь потому приходит даже в сердце человека. Иисус даже сказал, что если ты даже желаешь в сердце своем, посмотрел на девушку, то парень же в этом согрешает. То есть почему мы об этом говорим? Чтобы мы сохраняли свой разум, самое главное, в чистоте, когда мы приходим через это время. Особенно ребята и девчата, которые моложе. От 9 может быть лет и выше, до 15. И некоторых бывает дольше. То есть такое происходит. И, например, закоснусь даже о сексуальных вещах. Я буду говорить открыто, потому что подростки, вы открыты. Я там в этих школах, в школах очень все об этом открыто идет. И я скажу, что иногда ты думаешь, сексуальные вещи приходят, и ты не знаешь, как с ними бороться. Но я скажу одну вещь. Даже люди, которые сделали статистику, знаешь, выводят, опрос делают. И люди сказали на интернете, один сказал такое, по-английски зачитаю. То есть это влечение, которое можешь завлечь и остаться в твоей жизни как грехом, оно может даже приходить из-за того, чем ты занимаешься. Так что будь очень аккуратным, потому что гормоны, когда поднимаются в крови, когда переходит это изменение, это влияет на твой характер, это влияет на твой mood swings, как некоторые говорят. Один день ты такой веселый, а другой день ты что-то сказал. И думаешь, зачем я сказал, почему я с этим человеком разговаривал, нахамил там или неправильно что-то сказал. И это мучает иногда внутри. И то же самое приходит в сексуальных вещах. Так что вот о чем нужно быть аккуратным. То есть будь в правильном общении кругу людей, не лази никуда на веб-сайты какие-нибудь, не пытайся читать какую-то интересную литературу. До тех пор, пока я бы не советовал даже читать о том, потому что по чуть-чуть ты можешь завлечься в это, развиваясь в этом, тебе очень будет сложно противостоять этому, потому что оно приходит в твою жизнь постоянно, мысли особенно очень атакуют. Поэтому, как здесь даже говорят, это неверующие люди говорят, что сексуальные мысли, и это приходит от того, чем ты занимаешься и с кем ты проводишь время. Так что проводи время в правильном отношении людей и правильными вещами закладывай свою голову. Не лезь куда попало. Поэтому, если кто-то добавит, что-то больше. Просто добавлю, чуть проще. Еще хочу добавить простую вещь, что это начинает работать в раннем возрасте. Бог так сделал человека, чтобы эти вещи начинали работать в человеке. Поэтому не надо сразу влюбляться, не надо сразу жениться. Если тебе в 9 лет гормоны начали работать, это не значит, что тебе жениться пора. Есть время, когда не торопись. Всему свое время. Придет время жениться, придет время влюбиться. Поэтому, если ты чувствуешь влечение к девчонкам, это не значит, тебе надо рвануть сейчас и бежать сразу к девчонкам. Просто, чтобы ты знал, что если тебя влечет к девушкам, вдруг не с того ничего, всегда дергал их за косы, думал, какие они плохие, и вдруг не с того ничего стало, нравятся девчонки. Ребят, не торопись заводить girlfriend, boyfriend, потому что Библия учит, это неправильно. Если у тебя начало это работать, появились эти желания, научись контролировать. Жди свое время, жди правильный момент. И мы сегодня дальше коснемся, когда же правильный момент, когда же надо начинать двигаться. Не знаю, Вадим, что-то добавит. Я повторю еще слова пастора. Он немножко касался прошлый раз этой темы. И что он сказал, что, как бы, например, Бог дает нам эти чувства, да? Но почему он их дает так рано? То есть, если Бог дал, то, значит, в принципе, логически, надо и сразу и жениться. То есть, как бы, зачем Бог раньше времени дает? Но пастор интересную мысль подметил, что именно этим мы отличаемся от животных. Потому что у животных нет этого различия. Они не могут себя контролировать. И поэтому Бог даже, бывает, заранее нам дает. Это в 12, там, в 10, сколько лет. Ради того, чтобы мы сами добровольно принимали решение, чтобы характер наш воспитывать и контролировать себя. Поэтому это специально Богом сделано заранее в твоей жизни, чтобы ты мог работать над своим характером, закаляться больше. Вот. Поэтому скажу свой пример. Я до 13 лет вообще не мог с девчонками разговаривать. Кто-то скажет, я сейчас не умею с ними разговаривать. Я до 18. Я до 18 лет. Я до 19. Получается, мы бывает по незнанию, по неведению, по глупости нашей сделаем ошибки, из-за которых всю жизнь приходится потом нам. Скуплять, скуплять, тякодить. Это все. И почему мы говорим заранее сейчас? Может, кого-то это и не касается еще даже. Но чтобы ты мог знать правду заранее, лучше предотвратить грех, чем уже проповедовать, когда грех совершен. Аминь. Поэтому, пускай даже у нас нету столько мудрости, сколько взрослых, сколько они уже на опыте в своем взяли, сделали многих дел. Но ты смотри на них и черпай мудрость от них. И я думаю, много в своей жизни просто-напросто исчезнет много проблем, лишних, которые будут волоктиться за тобой. И еще я хотел затронуть это, что происходит, по моим замечаниям, в этот возраст молодых людей. То есть, какие реакции? Вот у них начинают все гормоны, шармоны бить голову, куда попало. И определенные, они начинают себя вести определенно, необычно, по-другому.